Я оптимист. Наши оптимисты с природой. Думаю, что в инвестиции шукаю какую-то оптимистическую связь. По-друге, я историк. История учить на загал. Я даже учить оптимизм, но и подказки, очень важные оптимистичные. Я не считаю, что в инвестиции нет. Я считаю, что ситуацией, которая появилась в Украине, будет большинство государств и дальше остается большинство государств. Но есть государства, которые из этого вышли. Если мы против всех не выходили, то, возможно, мы найдем какие-то какие-то пропозиции или связки. И тут нужно историка. Почему я отсюда? Я вам просто простой пример. Ну, то, что пан Юля рассказала про молодое поколение, это универсально-глобальное. Где они находят голосователи? Голосуют люди 50 и выше, 60 и выше, знаете. Но я просто, например, помню, не в час этой кампании президентской в Польше попередней. Кто-то про то был очень хороший лозунг. Вкради у пакции паспорт. Я не говорю, что это связка. А на этой ситуации можно искать связку. Как я шукаю связки? Я... Вы рискуете, что я буду лекцию сейчас читать. Вы знаете, когда вопрос, что причины сейчас начинают с Володи Муравейкова из Монгольского Иго, так? Вы понимаете? Я пробую это не сделать, но они очень простые, но не простые. То есть до мировых простых. И мой пункт, это почти так, что я не верю. То есть больше государства, общество будет в том состоянии, что сейчас в Украине. Кратко. С этого состояния они выходили по-разному. И будь-який месяц. Но, что говорит, очень приблизительно, с этого состояния они начали входить в последние десятки. Это прекрасная книжка Грнана Десота. Я сегодня проходил в мемом магазине Буквы и увидел, что она лидирует вроде бы в продаже. Что говорит Грнана Десота, это очень важно. Украина... Он писал, что все было лучше. Украина прибыли в Кучке, это не гады, Америку в 19-е века. В любых причина, Америка в 19-е веке — это то, что Украина в Кучке. Если он говорит, что что сделали Америка? Украина можно понимать, почему Украина не является Америкой. 20-го столетия завершается в Украине Куча. Первый, очень короткий пункт. Первый. Они выходят в Савстану, где-то 45-го. В начале 45-го. Какие условия в Савстану перехода? Николи не экономические реформы. Экономические реформы сами по себе эту эффекту не дают. Завтра экономические реформы имеют более политические изменения. Я сейчас говорю, что экономика не является бронем и хаусом, но не является самым возможным, не дозволоваться. Заволился с болот. Николи не рекомендуйте. Завтра должен быть продукт политической изменения. Змени певного политического климата. Когда сделается изменение политического климата, в час наибольший кризис. Поэтому я влюблюсь в кризис. Это потому, что или кредит с ним ограничено, или политический класс сам опьянется в таких сложных заданиях, которые он сам дальше не может реализовать, если он не начинает менять правила игры, а выделивать эти правила игры кому-то другому. Так что это должна быть очень большая кризис. Никто не смогу про ее волю реформы политических народов. Клапка. Даже не будет безусловно думать и скажет, что они не хотят реформы, а почему они не хотят реформы своей собственной воли. Вторая и третья вещь. Что случается? В тот момент наибольшей кризис выникает только невозможности. Революция, война, что схожее на это. Когда до влады приходят новые политические классы, про чем это всегда меньшинство, никого не большинство. Это очень маленькая меньшинство, но очень мотивована меньшинство, которая знает, что делать. И делает очень неправильной реформы, что если все надбудет, так верно и не выбудет. О ней забудет, а потом будет ставить память. И эта политическая меньшинство, за очень короткий час, меняет правила гребы. Приключка. Если эта приключка сдаётся, вот это, знаете, что вы называете метафору литика, и так поднимаешь эсси и начинает лететь. Для этого вы просто, знаете, назовете вот этот пост. Поэтому для меня это главный секретарь. Что будем применять в политические партии, для чего они есть? Они есть инструменты в своем пути. В нормальном успехе, в суде, в политические партии, как предмет, есть инструменты, переходим до лады. Это написано. Подописная лада, что подописная лада – плитка про ладу. Но это в сообществе, меньше-меньше, кем чувствует себя сгрожено. Или на меня таких амбиций. В нашем случае, вопрос не только про ладу, потому что мы имеем нормальный сообщество, в нашем случае предметом есть швидкие реформы. Это приключка. Это поднимание шасси, которое мы могли бы поднимать вот этот летатель тяжкий, ростей мучший режим. Поэтому я считаю, что есть такая дилемма. Какие партии нам нужны? Мы договорились, про какие партии нам нужны сейчас? Или нам нужна партия, которая будет победить, тогда мы должны одну разумову. Или нам нужна партия, которая должна сделать реформы. И это и другая разумова. Это и другая разумов. Это и другая разумов. Если я комформист, то я считаю, что это не должно быть дихотом, это дилемма, а это мне поднимание другого. Это мои партии, которые приходят и до влады, и делают реформы. Где есть резерв формы этих партий? Это просто все изменится за все. Ментальность так, абсолютно. Но ментальность меняется. Ментальность меняется, знаете, шляхом так, что мы говорим, а они читают, что они слушают, что они делают фейсбук, или что-то другое. Ментальность меняется генерационно, поколениями. И ментальность меняется тогда, ну, что вы понимаете, поспоколение поколения. Я когда-то давно сидел с одним очень старшим паном. Он был где-то так, между 80 и 90, несколько, не знаю, мне не тяжело описать, понимаете. Вин поляк, лидер солидарности вколишней. У него уже была какая-то другая или третья молодая дружина, он сидел в пиво вино, и рассказывал мне очень жваво, я на конце спросил себе, как вам это вдаётся. Он сказал уже просто, я целое житие чувствую, мне 13 лет. Я подумал, я себе учу на 15 лет. Он говорит, я тебе учу на 15 лет. то вы ведь на несколько лет старше. Потому что мы все, кем не были пилитками. Потому что в каждом из нас есть певный опыт, пилитковый опыт, кем сформировал. Так? Понимаете? Ну вот, для меня пилитковый опыт это послушание. например, пилитковый опыт, все другие, по целому, ну да. Ну, вы понимаете, это первая вещь. Скажем, для того, поколения, которые сейчас, ну, мают там, седели, я уверен, спорная песня была, во-первых, в Кругом и там. Або то, або то, або шесть, это мы сформулием. Коротко говоря, что покажут наши доследования, наши, потому что принимают участие. Отже, сталося змея 0-летней. Сталося очень серьезное змея 0-летней. У нас появилась группа, которую мы называем «агенты змин», которая размазана по всей Украине, но она не в больших великих местах, причем в местах полмиллиона и больше, потому что она имеет такие христики, которые очень важны – это средний класс, средства, святы, молодые люди. Почему в больших местах, в университете, бизнес и так далее? Какие, например, государственные бизнесы? В основном, эта группа есть. Они в среднем имеют 15%. Это очень много. 15% – это ресурс на 3 партии. У нас все 5%? Уже 3. На 5 партии. 5-3. Но все-таки 5-3, я не знаю. Это ресурс, что не меньше на 3 партии. Ну да, не на 1 партию. 1 партию, которая может прийти и менять правила гриб. Вот, мне больше болит, что эти агенты змин, яких 15 сотков, не могут поместиться вдаль на 1 нормальную партию, потому что, как сказал Чорномирдин, что мы не делимся – она выходит КПСС. Какая партия у нас не створится, у нас партия есть нищего типа. Потому что эта партия не створится для того, чтобы подняти этот литер. Потому что, чтобы подняти этот литер, это должна быть партия с другими принципами. Должно говорить, что это формула такая, знаете, универсальная, тяжко ли пояснивать, а либо переключки и переходы в Кирто-Доску. Кирто-Доску – это такой элемент игры, когда влада не является главным шляхом для богатства. Может, это все, что можно сказать, не дошифровывать. А что это произошло, перефект этого кирто-Доску, нужно, чтобы были партии, которые не то что споверят этот кирто-Доску, потому что все говорят про это. Но семьи, этот доступ, как бы, усовывают. Не просто говорят, но спичат. Что для меня критерий? У меня многие критерии особистые. Это те партии, которые формуются, на принципе, Privacy. Где глава партии, первая пятница, первая десятка, первая двадцатка, приходят в результате Privacy, подобных процентов. Вот. Если говорить про эти критерии, сейчас только одна из нашей партии, Паламинская, которую эту критерию выполняет, это самовольство. Не что я не люблю, потому что я из Львова, а потому что она удаётся. Она удаётся. Она удаётся. Она удаётся. Она удаётся. Она знает, что это нужно делать. Святки что-то сказал, что треба гадать о цемном праве ЛМГ. Она пробует про него. Знаете? Может, это и фейк. Но я говорю, фейк, а ты ремейк. Знаете? Знаете, что это фейк? Из него треба продать принцип. Потому что я буду голосовать за эти партии, а за собой идут, и вот эти вроде области, и эти проводят принцип Privacy. Праймекс. Поэтому я не буду голосовать за ППП, или за другую партию, потому что я, знаю, функционирую там перемиси близко. И близко не пахнет. Где есть шанс? Чи есть шансы дать? Ну, 15% есть шанс. Я написал, я написал, если маме, знаете, было тиждень, была такая фейк-большая дискуссия на полной статье, которую я написал, наговорил, а не написали про мовленное поколение. Я протикую цих 15% и тому, что я их протикую, потому что я их люблю. Потому что я считаю, что мы не должны посвятить формуальность этой 15% и видать себя на горы. Нарештый политический проект. Я не верю, что они переможут в 19-ом году. Но я считаю, что важно, что они в Салинский старт и зареєструвалися, показалось, в 19-ом году, были уже присутны на политической арене, чтобы перейти в 19-ом году. Это правда. Яплинский выбор долго запрягает. Ему требуется присутствие. Мы зипнули на этих вещах, на этих политиков, на этих партий, которые в 19-ом году уже будут и заберут, но начали 5-100. Я не знаю, я не знаю, просто скажу, не можно делать так, как низко ставлю. В 19-ом году это не геоничная прямая, это старт, низкий старт, чтобы выйти на 24-е годы, потому что это политично, это еще добрый день. Где есть критерий, в 19-ом году? Как не дивно, как не дивно, иншая шанса для меня позитивная в том, что, по-перше, кто уже был в Атопатии? Я думаю, я думаю, я думаю, я думаю, в 19-ом году, я думаю, не могу сперещаться, но мне кажется, что партия может зашла в один, потому что, когда я попередусь, это 44. Если вы плили эту Украину антуражив всех их сусидей, потому что с Уссией, Белоруссией, Равнобией, Польщей, то что интересно, даже лучше забрать всех сусидей около Украины и суммировать количество их партий, это не будет близко до таких партий, как и Украина. Одна Украина по количеству партий превыше всех своих сусидей разом взяли. Не ближе сусидей Украины, это Румуния, которая имеет у нас 118 партий, что очень много говорит, вы понимаете, что мы вам скажем? Потому что Румуния тоже имеют схожие проблемы для Украины, коррупции, что звучит так, то есть то есть несколько партий это один, очень страшно. По-другому, у нас все партии коротко, как сказать? Спритер. У нас, я только поделился, у нас есть три партии, иди партии, которые бегают это, очевидно. И для меня, знаете, было открытие, я думал, что я такой разумный, а я выяснил, я был в БПТ, и смогли идти в выбор, я был в БПТ, и смогли идти в год. Они, можно сказать, 17, это партий. с БПП, с БПП, иди что, уроки, Википедию, дивиться. БПП, солидарность, я верю в Википедию, а что это не. Я думаю, с БПП, и БПП важен, партия засновала в 2015 блок по БПП, солидарность. А далее, наша солидарность пропустила. Я говорю про БПП, потому что не БПП, но ничего, что? я не правил, но это не должно быть, что бы мне. Если я не правил, то все указываю Ромену, что мы с партией спринтерской. Парламенской партией, спринтерской партией. Я вам еще выше скажу, я уже живу в 27 европе, больше, я пишу, как наша партия спринтерской по-настоящему понятно, что не rotate со двадцать семь лет не остался для второй партии, которая была в 2017 году. Все партии, которые в 2018 году за доискли за Maisie партия это все можно таки высокие волатильности наши турбулентности так таки турбулентности можно все поэтому для меня речи стратегии стратегии и что делать я маю простей можно все маленькие партии будут объекты я знаю что это тяжело неможливо но сказал пицца хомелян мать когда все все сказали неможливо это нужно работать это скучно это не я знаю это на испан на ходил стран а сам было в испании не 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 а не голос голос поэтому нужно думать как заставить голос заход голос это это потому что это потому что это фейсбук вайпер культура социальной фейсбук что мы в это и шли в фейсбук фейсбук культура она основная как она находится однажды не можно быть путином фейсбук лайки но это означает что это это поколение до самого себя это не эгелитарный этос и можно это предоставить многие методы разница между первым Майданом вертикальный он был вертикальный и Душенко и Томашенко и Бог без них победил на втором Майдане Теревна Тридця была только прекрасно потому что главный Майдан сам Майдан горизонтальный и целика изменилась что это изменилось последние 10 лет прошло покорение которое имеет этос я не скажу что это покорение это было но это было но много других но формировали эту разницу которую мы можем подумать про таки речи но не партия 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 не партия партия не партия Для них это чужие, поэтому это не даётся, потому что они пошкодят, чтобы это поколение может видеть себе партию. Они более шерезонтальны. А другая вещь это, что они так же не хотят голосовать по выбору, это связано с той самой идеей вертикальной. Две речи, которые возможны в том самом деле. Это то, что цены майже фантазии, а другая фантазия в ней возможна. В первую очередь, возможно, не стоит думать о створении партии. Можно стоит думать о створении горизонтальных политических проектов. Могу кажучи, рух в связи с 2017-2017 годом. Рух выборцев, рух в частности, которые могут входить в политику, могут входить в политику по выбору. Но что еще не горизонтальное, которое больше для логики и для этики этого класса. Другая вещь, которая невозможна, снова можно фантазийно. Пробовать, створивать электронное голосование. Что можно голосовать, не отходячи, не отрываясь особо важный зал, под крестом перед экраном компьютера. Мне не обходят 50-50%. 50-50% никогда не смогут голосовать. И их новое, которое уже проста, и это колесо писал, как глава, что наши выборцы предварительно болеют голосовать за старого злоги, нестового демократа. Почему? Так мы будем объяснять. А мне кажется, что садович, который сидит тут, который вы представляете, это как прогнозировать платцы 15 сотен. Александр Пасфаврик, для которого я очень поважаю, он сказал еще раз, что не кидает достаточно ватного процента, не было 100%. Чтобы им было один процент по одновленных людей, которые действительно знают, что хотят, и они должны это делать, это можно менять клею. То, что я бачу, это доследие 15 лет, можно было бы сейчас минус 17 на 8 лет, в смысле, что вата выезжает вчера, 15 на 15 сотен, 15 раз больше. Значит, я закликаю, что давайте быть оптимистами, давайте быть оптимистами, и давайте браться за неральные печи. Спасибо. Спасибо. Спасибо, господи. И я надеюсь, что те агенты ЗМИН, которые сегодня присутствуют в зале, вас почутят, и мы увидим партию, которая будет представлять наши интересы, и которая победит.